всем добрый день активно подключаются отлично давайте начинать всем кому понадобится пересмотрят записи весь эфир меня зовут елена талакина я практикующий кондитер работаю на заказ уже более пяти лет и также я преподаю онлайн курсами зефирную флористику и сложные 3d торты с кремовой флористикой это такой небольшой обзор обо мне сейчас я хочу начать делать зефир очень осенний вкусный погода располагает и овощи фрукты тоже располагают к осеннему такому теплому зефир сегодня зефир у нас будет на тыкве и яблоки яблоко у меня антоновка я немножко дорабатываю рецепты вкусовые делаю их более насыщенными не просто там пюре и белок да пытаюсь добавлять какие-то вкусовые добавки это всевозможные специи какие-то эфирные масла и вот сегодня я предлагаю вам сделать зефир достаточно я называю этот вкус ближе к имбирному печенью значит это будет зефир по классической технологии то есть мы взбиваем пюре и белок в деже миксера и варим сироп сироп у меня уже подготовила и белок тоже рецептуры я потом оставлю после эфира на страничке на своей смотрите какого цвета у меня сироп сироп темного цвета здесь добавлено кофе здесь добавлен мед и корица и мускатный орех в общем то мы сегодня вот будем с таким насыщенным вкусом варить делать зефир на эфире у меня будет шумно поэтому если что-то не слышно просто пишите громче и я просто в ходе приготовления зефира я расскажу о себе немножечко о своей программе и ну немножко с вами познакомимся ближе и так в деже у меня белок пюре тыквы пюре яблоко в пропорции примерно 50 на 50 и сахар я это включаю на большую скорость пюре тыквы если вы поможете просто держу пюре тыквы она у вас не забьется здесь обязательно тыкву надо разбавлять с каким-то с какой-то ягодой либо лучше всего конечно же это зеленое яблоко либо как у меня антоновка пропорции 50 на 50 как я уже говорила потому что просто тыквенное пюре мы его приготовили как положено духовке либо микроволновой печки либо там в кастрюльке да приготовили начали взбивать оно у вас не забьется с белком то есть обязательно нужно добавить другое пюре и смотрим потому что пюре тыквы достаточно такое как я уже сказала плохо взбивается все время смотрим чтобы у вас дюлок поднимался если дюлок не поднимается значит нужно добавить еще яблоко соответственно там не работает не срабатывает все те свойства которые должны сработать при взбивании белка я прекрасно сбивается белок кстати говоря неважно на чем вы работаете на альбумине либо на свежем белке все прекрасно сбивается все прекрасно работает консистенцию белка я вам покажу когда будет достаточно для взбивания я немножко заранее ставлю взбивается белок так как я работаю на альбумине а он немножко дольше взбивается живого белка почему я работаю на альбумине потому что я работаю на заказ я исключаю какие-либо неприятные моменты при отдаче заказа ту же сальмонеллу и тому подобное то есть как бы из-за этого я работаю на альбумине но без разницы на чем вы будете делать на живом вилке либо на альбумине у меня достаточно хорошо уже сбился белок я включаю сироп включаю сироп на большую скорость на большую мощность и постоянно понятный момент сироп включают вене 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 и он полностью вырастет альбумине Вмешиваю, довожу в блоки тени. Сейчас я немножко вниз опущу, чтобы было видно в готовных сиропах. Постоянно помешиваем для того, чтобы агар не пригорал кукру. Если агар пригорает в дно, то когда мы выливаем сироп в массу белковую, здесь положенная грамотка, он меньше, соответственно, срабатывает. Может быть, будут неприятные моменты с стабилизацией цифира, потому что агара будет меньше, чем его необходимо для приготовления такого цифира. Здесь у меня 9 грамм агара. И так далее. Я веду фермера. Я вообще хлорист по своей направленности. И, соответственно, я делаю зимние букеты, если кто-то заходил на мою страницу, посещал меня. У меня очень много, всевозможное количество разных цветов. Смотрите, сироп закипел, начал бурлить. Мы уменьшаем плиту ровно с половиной. Смотрите, чтобы не сильно кипел, иначе брызнет на руки и будет сильный ожог. И постоянно помешиваем. Я провожу курсы, так же, как собирают букеты сложные, так же я провожу курсы для новичков по обучению секира. Копе растворимый или заваривали? Нет. Здесь молотый копе, ложка молотого копе, можно растворимый. Какой есть, такой и берете. Вот от такого состояния взбит белок с массой. Мне этого достаточно. Я выключаю и теперь довариваю сироп. Значит, на чем я остановилась? Я остановилась на том, что я провожу курсы для тех, кто хочет научиться делать красивые цветы, но так же и я провожу курсы для новичков. У меня совсем недавно был, буквально две недели назад был курс, очень насыщенный для девочек, которые в принципе не держали миксер в руках. Мы работали с ними на зефире по двум технологиям. Приготовили зефир на соке, зефир на классической технологии, собрали коробку с розами. Девочки как работали миксером ручным, так и планетарным у кого был. Опять-таки, проговорю то, что у меня была группа 10 человек, она была небольшая, но там девочки абсолютно не держали до этого. Ну, грубо говоря, не имели дело с зефиром вообще. То есть, если кому интересно моменты, я очень много там рассказываю тонкостей, тонкости варки сиропа, тонкости варки пюре. То есть, если кому-то интересно, то этот курс остался в записи, он у меня на страничке, и стоит он 500 рублей. Очень насыщенный, очень интересный курс. Вот осталась роза с того курса. Вот такие мы розы делали. Это тюльпаны, но эта композиция просто сделана для образца. Вот. Постоянно помешиваем сироп, чтобы агар не прилип к дну. Сейчас мы будем с вами делать звитки обычные, но мы добавим шоколад еще. Прямо сделаем такой вкусный-вкусный, насыщенный, осеннего вкуса зефир. С оттенками, с нотками тыквы и яблока. Очень вкусно. Сироп проверяем на ниточку. Сейчас я вам все покажу. Я не варю по градусникам, потому что плиты у всех разные, посуда у всех разная, ингредиенты у всех разные. То есть, надо понимать, что... И по времени я также не варю. То есть, именно надо понимать консистенцию сиропа правильного, чтобы у вас получался зефир. Вот смотрите. Сейчас буду показывать. Вы просто говорите, видно или нет. Собрали весь агар, зна. И вот так на край. Видите, ниточка пошла. Все, это готовый сироп. Я его выливаю в фруктовую массу, белковую. Все, убрала пузырьки. Включаю миксер на большую скорость и в уверенность струйка вливаю сироп. Все, убрала пузырьки. Чистое дно. В этот момент можно добавлять ароматизаторы, красители, если вам необходимо. Я хочу немножко... Цвет был, чтобы пожелке, поэтому я вхакиваю тут папку персикового красителя. Именно в дежур. То есть уже когда-то вылили сироп и начали взбивать. Здесь я расстолкила шоколад. Сейчас еще его немножко подпоплю в микроволновке. Взбиваем до образования первых пищек. Сначала у нас тут облачка, а потом начинаются такие щели образовываются. Вот тогда мы останавливаем сироп. Это примерно, ну, у всех по-разному, но не больше двух минут. Вот так выглядит готовая зефирная масса. Сейчас мы это перекладываем в мешок. Мешок я смажу. Я не буду добавлять именно туда в массу шоколад. Ну, я просто не хочу. Я хочу, чтобы у меня был немножко сверху шоколад. Можно добавить растопленный шоколад. В момент взбивания, когда влили сироп, можно добавить шоколад в дежур. И просто у вас будет еще плюс добавка к вкусу. Шоколад я просто размазываю по стенкам мешка. Все видно, девочки? Поставьте сердечки, либо что-нибудь, потому что я понимала, что у меня эфир идет. Перекладываем нашу массу. Аромат обалденный. Корица, кофе, мускатный орех. Можно имбирь добавить. Я сейчас не добавляла. И, соответственно, мед. То есть, очень насыщенный вкус. Очень вкусный. Сами понимаете, тыква, яблоко. То есть, это вообще объедение. Еще плюс шоколад. Насадка у меня самая обычная, звезда. И делаем с вами завиточки. Очень красивые, очень вкусные завиточки. Я их делаю достаточно большими. Это зефир по классической технологии. Ему нужна стабилизация в течение 12 часов. Все видно, девочки. Обязательно застилайте, на чем вы будете отсаживать. Либо на дощечке, на какой-то, либо на подносе калькой, либо пергаментом. Можно обычным, можно силиконизированным. Это не имеет значения. Сейчас, с 1 ноября, я готовлю курс новогодний уже. Мы будем собирать композицию новогоднюю. В нее войдет и зефира, конечно. То есть, зефирная композиция. В нее войдет шишки. В нее войдут новогодние шары, роза. У меня на странице, не обмануться, в сторис, есть уже это объявление. Кто хочет... То есть, это опять будут небольшие группы набраны, человек по 10. Потому что удобнее работать с небольшими группами. Потому что там идет моя поддержка полностью. С девочками разбираем полностью ошибки, какие-то моменты, которые не доработали. Поэтому работать удобно с небольшими группами. Вот 1 ноября я буду собирать первую группу. Анонс у меня есть в сторис. Если кому-то интересно, посмотрите. Очень красивая будет композиция новогодняя. И уже можно будет, конечно же, нарабатывать до Нового года. Наработать руку, поставить. И делать прекрасные подарки своим близким. Либо, если вы работаете на заказ, вводить в прайс. Очень интересную, красивую, необычную подарочную вещь. Потому что зефирные композиции сейчас очень пользуются спросом. То есть вот на 8 марта в этом году у меня было порядка за сутки. На 8 марта у меня заказали порядка 30 букетов. Только за сутки. Букет в среднем, ну, конечно, зависит от того, какие вы букеты делаете, какие размеры, какие цветы. Насколько у вас уже наработанная рука. В среднем букет стоит 3000 рублей. То есть вот сами думайте, да, насколько это, во-первых, это необычно. Во-первых, это, во-вторых, это вкусно. В-третьих, это не сбито. И очень-очень, как бы, интересные и красивые моменты. Более того, себестоимость зефира, она настолько мала, а по нашему времени это сейчас, ну, как бы, очень главный момент в нашей жизни. Что научившись делать такие красивые вещи, можно очень хорошо зарабатывать, и не особо много уделяя времени. Ну, вот мы с вами сейчас с вами инвестируем, сейчас посмотрим. Ровно в 6 начался эфир. Сейчас посмотрим, во сколько мы его завершим. В 7 начался эфир. Видите, масса очень не выпадает никуда, она держит форму. То есть, может быть, даже и меньше для стабилизации понадобится времени. Но, опять-таки, зависит от влажности воздуха, от температуры воздуха. Очень много есть моментов, которые влияют на стабилизацию, на хорошую, на правильную работу с зефиром. Все эти моменты, конечно, они рассказываются на курсе. Я говорю, вот кому, если интересно, новогодние курсы мне будут стоить 700 рублей, потому что там много будет изделий. А тот курс, который сейчас имеется уже для новичков, который еще вообще не работал с зефиром, он стоит в записи 500 рублей. Также всегда вы можете ко мне обратиться за поддержкой, и я разберу всегда ваши ошибки. Также у меня проходят индивидуальные мастер-классы, но я в Москве, поэтому только в Москве. Я не выезжаю никуда. Индивидуальные мастер-классы я беру по два человека максимум. Там мы с вами работаем уже полностью, я вам ставлю руку на цветы. Мы с вами варим зефир. Вот прям сами вы варите зефир. Собираем под букетницу, правильную расстановку цветов. И показываю, как нужно упаковать букеты для курьеров. Потому что курьеры это вообще отдельная тема в нашей жизни. Доставка. Бывают казусы очень неприятные. И воруют, и ломают. У меня все это было. Я через все это проходила. Есть очень большой опыт. Но желание делать такую красоту всегда превыше. Все видно, девочки, как я делаю? В принципе, это, наверное, не сложно. Завитки умеют все делать. Обсыпка у меня будет этого зефира. Тоже не просто сахарной пудри. А сахарная пудра с какао. В общем, бомбический вкус. Просто бомбический. Он у меня будет выложен. Рецепт полностью будет выложен на моей странице. Более того, на моей странице есть рецептура, как я готовлю пюре для зефира. Пюре я готовлю исключительно сама. Я не пользуюсь покупными пюре. Чисто из моей ягоды. То есть, ну, не то, что из моей, а из свежей, имеется в виду, свежие ягоды, либо фрукты. В общем-то, имея небольшое количество времени для приготовления таких вкусных десертов, можно научиться работать на дому, особенно мамочкам, которые у нас сидят в декрете и, как правило, начинают работать с этим, с кондитеркой. Все. Это последний. Просто много шоколада, и я не хочу, чтобы его выкидывать. Так что, вот такую красоту мы с вами приготовили за 25 минут. Обсыпать я буду, я уже сказала, сахарной пудрой и какао. И сюда вот можно добавить, ну, уже, конечно, это все по желанию и фантазии ваши, да. То есть, в серединке можно добавить либо джем, если хотите. Тыква с яблоком очень хорошо сочетается с апельсином. Апельсиновый джем есть вкусный у Махеева. Прям вот капельки сюда капаете, очень вкусно получается. Либо какие-то, типа, шоколадные стружки, вот можно в серединку насыпать. Ну, в общем, орехи. То есть, в общем, что вам уже ваша фантазия сможет, как бы, напридумывать, вот вы это и делаете. Вот, значит, по поводу стабилизации я уже сказала. Это вот именно вот этот зефир по классической технологии от Акорицы. Да, подходит. Если вы сможете с ним работать, чтобы он у вас не стабилизировался. И там тоже есть какие-то моменты для отсадки цветов, да, потому что зефирная масса достаточно быстро стабилизируется. Цветы, это не так просто сделать, как вот эти кругляшочки, да. Сначала надо отсадить основу, а потом уже работать, меняя насадки, окрашивая. То есть, это все время. Соответственно, нужно учиться, надо набивать руку. Ну, конечно, любая, любая технология зефира, неважно какая это там, будет он с тыквы, будет он со смородиной, будет он из винограда. Любой, любой зефир вообще позволяет работать с зефирной флористикой. Но, соответственно, чтобы работать с зефирной флористикой, надо четко понимать работу с зефиром. То есть, надо понимать массу, надо понимать готовность пюре, надо понимать стабилизацию. Вот, все вот это вот в совокупности. Прежде чем, вот, взять и начать работать там с цветами, вот, вы сейчас возьмете этот зефирный, рецепт зефира, да, начнете работать. Ну, да, у вас получится, если вы хоть чуть-чуть умеете делать. Но он будет стабилизироваться. Есть моменты, когда, ну, в общем, достаточно большая теория по зефиру, чтобы работать с флористикой. Любой рецепт рабочий для зефирной флористики. Но у каждого мастера есть свой, уже наработанный, любимый рецепт, на котором они работают. Поэтому у меня, вот, тоже есть зефирный рецепт, на котором я делаю свою флористику. Если хотите, посмотрите, зайдите на мою страницу, силкейкс.мск. Там очень, ну, там много цветов, и я действительно работаю на, практически на одном зефире. На уже наработанном своем рецепте, который подходит под мою руку, под мои машины, да, под мою технику. И я уже эту зефирную массу знаю от и до, чтобы с ней вот так вот работать. И чтобы у меня цветы в течение часа, когда я там букет этот формирую, да, в течение часа я могу работать с зефирной массой, которая не стабилизируется в мешке. То есть я, ну, это все, конечно, рассказывается на курсах по флористике. Еще раз говорю, вот, с 1 ноября стартует небольшой курс уже по новогодней флористике. Если хотите, присоединяйтесь. Всем, кто был на эфире и досмотрел вот этот эфир до конца, в принципе, ну, вот, услышав, да, какую-то информацию, может быть, уже кого-то что-то заинтересовало, я жду у себя на странице, пишите в директ слово «Марафон», и вам будет скидка 10% на новогодний курс. Стоимость курса 700 рублей, соответственно, вам будет 10% скидка по слову «Марафон». Стартуем с 1 ноября, очень интересная программа с моим личным общением, то есть это будет в прямом эфире происходить, да, то есть это в группе ВКонтакте, в прямом эфире, я с вами вместе, не в записи, ничего, я вместе с вами готовлю, показываю, рассказываю, какие-то ошибки совершаю, на которых мы все люди, да, мы все учимся, всю жизнь учимся. И вы будете смотреть, каким образом я это исправляю. То есть достаточно хороший курс и недорогой. Вот, что я еще хотела вам сказать. А, и курс для новичков, уже есть в записи, 500 рублей стоимость, тоже на моей странице, в директ пишите, то есть если какие-то нужны подробности, там у меня на странице «Рилс» создан, посмотрите, какую коробочку шикарнейшую мы создали с девочками, с новичками, которые, в принципе, не имели вообще отношения к зефиру вообще. То есть зефир, вот там были на том курсе девчонки, у которых и ручной миксер, и к зефиру они не имели никакого отношения. То есть это первая их работа. Вот, значит, девочки, рецепт полный этого зефира я выложу у себя на странице завтра, отфотографирую его и выложу. Нет, давайте я его выложу сегодня, а просто фотографию поставлю тогда старую. Этот зефир я тоже выложу в сторис у себя, кому-то будет, если интересно, я и разлом сделаю, и опудрю. В общем-то, если кому-то будет интересная итоговая работа, смотрите меня в сторис. А так я всех жду у себя на курсе, курсы очень интересные, для новичков подходят, и для тех, кто уже хочет продвинуть себя в зефирной флористике, которая на данный момент просто, она, ну, по крайней мере, в Москве у нас это, ну, действительно имеет очень большой спрос, очень пользуется большим спросом. Вот, все, девочки, тогда жду у себя на странице. Всем, кому было интересно со мной познакомиться, со мной поработать, также жду в директ и у себя на курсах. Все, всем спасибо, что были вместе со мной. Субтитры сделал DimaTorzok